Аплодисменты Леана, рассказывайте, что будет сегодня происходить? Сегодня Полтава «Доканал» проводит акцию «Журналіст змінює професію». Мы запрошуем журналістів опрацювати на нашем предприємстве и побачить работу наших фахівців з іншого боку, как то кажуть, медали. Ну и ждемо вражений от журналістов, как все это будет проходить, и это все будем ждать. А работа будет грязная или не очень? Работа будет грязная. Хтось будет в диспетчерской, хтось в абонентской службе, а интернет-видание в Полтаве «Інфо» поедет працювать с аварийно-вотновлювальною бригадой на колекторинг, с канализацией. А нам дадут какие-то новорники? Кого? Новорники, чтобы запахи там? Ні. Там, до речі, там не завжди, що так смориб якийсь, ви побачите. До речі, так як ви вже не раз опубликували на сторінках свого видання про колектора, про канализацию певную информацию, то вам буде цікаво, і ви побачите з іншого боку нашу роботу, наших спеціалістів. Дякую. Ну, вот так. Все связано с тротуарами. Как и мечталось, думалось, Света сегодня буде в ролі такого чернорабочого. Но, я думаю, і я не відкажусь, якщо мені буде предложено щось робити, поставлю на штатив і буду снимати. Все ровно, то, що відбувається. Нас привезли на територію Полтавого водоканала, на Подоле. Вижу, жовстка пропускна система, нас проверяли, посмотрели, де ли ми люди. Все було документально оформлено фамилиями отчества. То есть нас ждали, все, як положено, жовстко. Но, надо понимать, що це стратегічний объект. Поэтому так. Сейчас нам обещают провести інструктаж по техніки безопасності. Поэтому все должно быть вот так. Все собираемся. Десять минут. Туалет, переговор. Ей бажано. Ей бажано. Значит, переговор, там, где остановочка. Кажди, мы приехали, только видели, вот там. Ага. В композицию Полтавского водоканала. И сейчас, перед тем, как вы станете на 5 дня працівниками Полтавского водоканала, первое за все, для вас будет невеличкий инструктаж проведет наш инженер техники безопасности, чтобы вы понимали, насколько ответственно ваша работа будет сегодня. Потому что подавать воду – это не только по-честному, но и очень-очень ответственно. Прошу вас, пане. Здравствуйте. Доброго раннего дня. Я инженер-прации Полтавы Великобритании с вашими друзьями. И все, что мы с вами сейчас собрались, в нашем этапе выписывали инструктаж, в нашем этапе выписывали инструктаж и ответственности. После закончения инструктажа, я прошу каждого сидеть в доме, в доме, в столбе, и на протяжении с вашими друзьями расписывали инструктаж в регистрации инструктажа, и ответственности в инструктаж. Из видов чинового законодавства в законодательстве каждый пребывает у нас на предприемстве, контролирует инструктаж в законодательстве и мы в доме, в целом, где остановлено с загальными видами по технологичным процессам. все расписываемся за прослушенный инструктаж. Ну, такая процедура и, в принципе, она правильная. кто-то что-то может говорить, не говорить, но так надо. Каждый должен понимать, что несет определенную ответственность за себя и за тех, кто рядом. и за тех, кто рядом, и за тех, кто рядом. У Светы, как всегда, куча вопросов к инженеру по технике безопасности нашлась. Ну, Света журналист. Распределяемся по подразделениям. Нас ведут, будут проводить еще один инструктаж. То есть, если я до конца дня не доживу, до конца рабочего дня, то, в принципе, буду виноват я сам. Невнимательно слушал, что делать. Здравствуйте. Здравствуйте. Разберемся сейчас. У нас, Инкоренко и Ирина Михайловна, это техник. Участка нашего. Значит, Вы сейчас пройдете приличный инструктаж на рабочем месте. В принципе, то же самое, что вам и рассказали. Вы выезжайте на объект. На объекте раскопка будет. Одна группа попадет на расход. Значит, что я могу вам сказать. Движется там техника. Раз. Глубина. Близко к траншеи. Не подходите. Чтобы уже на краю траншейки, где-то так, чтобы видно было вам. Не подходите. Техника движется. Очень аккуратно смотреть, чтобы в них аватарный масс копают. Все, пожалуйста. Машины готовы. Удачи вам. В вашем нелегком деле. Будем сна? Конечно. Мы выгоняем. Кто выше, выгоняем. О, да, выгоняете. Вот мы наконец-то сейчас садимся в машину и будем ехать на наше рабочее место. Свету как даму. В кабину. Но я... Вы тоже. Серьезно? Я тут. Можно? Нет, я здесь. Так, едем. Собираемся ехать. Я здесь. Это не у кого-то другого. Это не у кого-то другого. Ну что, мы приехали на решенное место. На Героеве АТО. Вулиця, яка уже не один тиждень у нас перегороджена. Тут траншея у 5 метров глубиной. Полтава-Водоканал працюет. И мы сегодня попрацюем разом с ними. Это видео, да? Да. Это какой канал? Это Полтава-Инфо. Полтава-Инфо. Значит, я простой горожанин. Меня зовут Дмитрий. Вот здесь живу. Очень правильно, что вы приехали снять настоящих героев Украины. Не тех, кто там стоят в центре возле арки за деньги, а тех, кто реально нас спасают от канализационного апокалипсиса. Таких людей страна должна знать в лицо. Поэтому я еще и еще раз хочу сказать, поддерживайте наш Водоканал. Ребята делают героический подвиг, спасают нас от канализации нашей. Поэтому еще и еще раз хочу обратиться к мэру города, ко всем руководителям областной администрации. Максимально поддерживайте, оснащайте этих ребят. Работают в резиновых сапогах, лопата и лом. Поэтому максимально постарайтесь, чтобы они могли работать. Спасибо всем большое. Еще и еще раз. И вот, пожалуйста, вот куда вкладываются деньги. Сначала делаем дорогу, потом ее копаем, меняем канализацию. Спасибо большое. Спасибо. Ну, сейчас мы находимся возле провала раскопки. Вот такой, видим, труба разорвана. Здесь более пяти метров глубины сейчас. Ну, вот такая вот вещь. Здесь более пяти метров глубины. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть зарплаты не хватит? Годичной зарплаты не хватит. И вы еще сказали, что если вы видите кирпич у земли, а еще что-то, вы обратите внимание, потому что это может... Ну, при прокладке кабеля, технология прокладки кабеля, кипается траншея, засыпается песком, укладывается электрический кабель и с верху накрывается кирпичом. И вот первый признак, он сейчас есть. Песок есть, кирпич есть. А что там? А что там мы побачим. Ну что, на сегодня работа завершена. На Полтаве водоканалу мы побули. И, на жаль, долучиться до работы физически мне не удалось, через то, что ишли работы за допомогой техники, где, естественно, я не умею працювать. Зачем, про тему, дизналась чимало интересного, что, надеюсь, вам было интересно. Ну, котлован был увеличен метра на четыре еще в длину, высоты метров пять. Работа была проделана немалая все-таки. Ну, труба еще до конца не очищена. После обеда обещают, что очистят все до конца. Ну, мы вернулись. Обеденный перерыв. Мы вернулись на основную базу. Света, есть что сказать? Ну, даже не знаю. Довольно-таки продуктивный день, в принципе, информационный. Много чего узнали нового для себя. Покажем вам. И сейчас будем результаты завершающие слышать от директора. Нам сказали мыть руки даже. Когда только приехали, к нам сразу подошел местный житель, который живет вот рядом, сразу говорит, что вот герой, настоящий герой на ваших бригад, которые работают молодцы. И почему, почему именно герой? Потому что с помощью лома и лопаты делается огромный участок работы. В принципе, недостаточно фонсирования техники, разумеется, это было бы все быстрее. Ну, увидели, почему это хотя бы все так долго происходит, что это трудоемкая, а не так, да, не так это быстро все-таки делается. Потому что есть ряд причин, которые ты даже не можешь знать, когда роешь землю. Да, стояло два экскаватора. Грязновая работа, потом чистовая работа производится вторым более легким экскаватором, а потом начинается уже вручную очищение. Спасибо, спасибо. Ну, сейчас Анечка, которая очень до вас спешит, я очень хочу услышать ваше мнение, хотя ей досталось всего лишь ремонт люка канализационного, но такие будни нашего водоканала. Сегодня люк, завтра коллектор, послезавтра еще что-то. Анечка, твое мнение, пожалуйста. Ну, в мое мнение, все отлично, люди работают оперативно, стараются. Что увидела я? Я увидела ответственность обычных рабочих, ответственность мастеров. Ну, работа что-то, грязная работа. Грязная работа, это лопата, это лом, это цемент, это кирпичи, это перчатки вот эти, вот это стоять на карачках, все это перемешивать, закидать. Грязная работа. Ну, ее тоже кто-то должен делать. Правильно, спасибо, спасибо вам за понимание. А сейчас Татьяна Чемокова, а ей достался абонентдел. Сейчас я расскажу почему, потому что абонентдел это всегда, это всегда спілкувание с абонентом. И вот саме сегодня, в четверг, вышел пульговый день, когда все бабцы, найцікавейший контингент, они безкоштовно поехали на дачу. И поэтому Татьяна, возможно, трошки разочарована, так? Чекаю на вашу думку. Расскажи, пожалуйста, вражения. Вражения свои от спілкувания с абонентами. А вы видите, это нескладнейшая работа самым в спілкувании. Людина-людина с людьми. Расскажи, пожалуйста. У меня есть возможность сравнивать, потому что 6 лет назад, в 2011 году, я тоже общалась с людьми, здесь же с абонентами в абонентском отделе. Что я должна сказать? Первое, это, конечно, для работников этого отдела, это, ну, самый важный критерий, по-моему, отбора на работу этих сотрудников, это стрессоустойчивость. Почему? Потому что, вы сами понимаете, абоненты бывают очень разные, учитывая то, что сейчас вводятся чуть ли не каждый день какие-то новшества и не в лучшую сторону. Но поэтому люди приходят уже в состоянии, можно даже сказать, аффекта. Ну, не все, конечно, но очень многие. Поэтому работнику именно абонентского отдела, правильно они называются, оператору с розрахунки, им приходится чуть ли не каждому абоненту рассказывать, показывать, пересчитывать, оформлять договор. Это настолько сложно, вот когда ты сидишь по эту сторону окошка, не там, где ты привык приходить как абонент и, собственно, считать себя, ну, по всем пунктам правым, и вот, как бы, клиент всегда прав. А когда ты по эту сторону окошка оказываешься, ты тоже понимаешь, что насколько сложная и скрупулезная работа у этих людей, как нужно правильно все рассчитать, учитывая и всех льготников, и ветеранов войны, там, и, ну, 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 всех-всех, кого, кого только предписывают правила или какие-то там указы новые принятые. Поэтому у этих людей, я вам скажу, очень сложная работа, не зря у них предусмотрен технический перерыв через какое-то время, потому что, чтобы правильно все это розраховать, обчислить и выдать это человеку на гора, как говорится, то нужно, нужно, конечно, быть очень внимательным, знать свою работу досконально, знать все указы новые, все припасы и так далее. Поэтому здесь я поняла, что не проще совершенная работа, чем там же на коллекторе где-нибудь, где больше физическая работа, конечно, а здесь умственная работа, и она тоже требует усилий, сосредоточенности, скрупулезности, точности, быстрого умения, быстро решать вопросы и иметь еще и дипломатические способности, потому что с каждым человеком ты должен общаться, ты должен найти какой-то правильный подход к нему, чтобы его по возможности не разочаровать, чтобы человек ушел и понимал, что его вопрос решен, решен в положительном ключе. Поэтому здесь работа тоже очень тяжелая, и, как сказал мне оператор, что иногда после такого рабочего дня хочется прийти домой и немножко помолчать, просто помолчать, несмотря на то, что есть семья, есть ребенок, которому тоже нужно уделить внимание, но как бы какая-то защитная реакция организма, это все-таки как-то немножко восстановиться, потому что работа с людьми, вы сами понимаете, что это одна из сложных профессий наших, поэтому вот что я вынесла из работы абонентского отдела, я с вами поделилась. Спасибо, спасибо, Татьяна. Ну, пожалуйста, это компания «Утава Радио». Да. Виктория, прошу, быть она была в Сечерской, думаю, будет солидарна с Татьяной в этом отношении. Да, я коротко скажу про свой опыт, про работу, была, как на початку, мне сказали, в самом центре Одоканалу. Молодой. Да, в самом сердце, в сердце, не в центре, а в центр информационный такой. Как бы, когда уже я там опинилась, я зрозумела, чему так сказали сердце. Потому что, действительно, это такой местный переход, и получается, и с поживочами, и с людьми, которые работают, безусловно, выполняют эти работы. В принципе, была в человеческом коллективе, и им дякую за то, что таку складную информацию, где там много цифр, много звитков, карт, схем вселяких, они мне подали очень интересно, доступно, было интересно, но совсем отличается от того, чем я занимаюсь каждый день. Серйозная такая работа. Серйозная такая работа. Серйозная такая работа. за то, что вы нас запросили и дали смогу увидеть, как это происходит в середине. И проблемы, и плюсы, и минусы. Я думаю, что каждый погодится с мной, что это такая проблемная организация, то есть свои нюансы, вы работаете с людьми, и все-таки бывают и аварии, и непорозумения. Спасибо вам, что вы не боитесь быть открытым. Спасибо, Тетяна. Я хочу сказать, у нас у Тава просит первое задавать вопросы, потому что ее нужно отправить на другую съемку. Вы не предупреждаете, если наша телекомпания очень долго ждет Алтави, и потом я вас отправлю, окременно, пожалуйста. Спасибо. Я хочу вам представить, теперь за все, нашего генерального директора, Федерального Артовича Марина, главного инженера, Евгена Васильевича Забышного. Перед вами сидят фахівцы. И самая главная людина, что касается канализации, Иван Иванович Мистюк, и Богдан Парацовский, начальник цеху водопостачания за ремонт водопроводных мереж. Это есть люди. Еще в зале есть фахівцы, что касается абонсслужб, что касается финансовых питаний, то есть какие-то вопросы, которые у вас возникли в ходе работы, в ходе планирования вашей новой профессии, пожалуйста, здесь есть лучшие фахівцы нашего предприятия, и они с удовольствием будут отвечать на ваши вопросы. А потом еще мне очень интересно, и думаю, всем ваша думка дальше про вашу новую профессию. Доброго дня, Василь, Евген, меня зовут Анна Комар, Волтава, областное телебачение. Сегодня я работала разом с группой человеков на ремонте канализационного люка. Так, это было очень смешно и необычно. Главная проблема, все вроде бы хорошо, люди хорошо работают, они и доволены своей работой, но есть две проблемы, которые они озвучены. Само по люкам. Первое, это то, что люки часто крадут, и второе, это вообще нестача кадров, и вследствие этого, большая нагрузка лягает именно на плечи этих людей. Так вот, по первому вопросу, по люкам. Если их крадут, то нужно закупать новые. Новые не только крышки, те, что крадут, а полностью все наборы закупляются. Сколько на это уходит в год денег, чтобы закупить люки? Ну, вы, это статистика, ты уже Анечка, это как бы выкладывать, наверное? Ну, хоть приблизно, там, я не знаю, сколько денег. Мне спросить надо не у нас, а у тебя кто их ворот. Ну, они же крадут, а вы же ставите новые, так? Ну, как можно сказать? Можно выяснить, что на месяц с десяток рублей, мы предпоим, что месяц, все это, на месяц с десяток рублей. Которые деньги, на сегодняшний день, больше двух тысяч гривен, комплект цеверного люка стоит. Мы полагаем за важкий, за дорожный, там, там, где мне потребуется. Пока что, так сказать, альтернативы не существует. Альтернативы, качественный, так и так, окрім шеверного люка, который дорогостоящий и приватливый, именно для шахрей. Чи плануете вы где-нибудь облаштовывать новые люки? Новые люки облаштовываются на новозбудованих мережах. На сегодняшний день наше предпринимательство експлуатуюча организация. Тому мы эксплуатуем уже те мережи, которые переданы на Мербаланс, которые прокладаны были раньше. Тобто мы саме утримаем мережи и ремонтуем, або заменяем руки, в разе потребности, если там уже перейшла нигильность или выкраден. Самые новые люки – это строительная организация, которая в городе разбудовывает мережи, которые тогда установят самую новую мережу и самую новую коммуникацию. И другое вопрос в плане нестачи кадров. Это действительно так? Чему это так? И как это будет решено? Не совсем понимаемое вопрос, что такое нестача кадров на сегодняшний день. Есть вакансии у нас на предпринимательстве, которые не заполнены, но глобальною масштабу мы еще не чувствуем. Так у других организаций коммунального государства уже существует такая тенденция, что, напевно, связано с большими складовыми, но это, в первую очередь, зарплата среднего уровня, так сказать, невысокая. Мы на этом, в первую очередь, сейчас работаем в щодобовом режиме, как найти возможность, как допомогти людям, чтобы они отримали, соответственно, зарплату до своих затрат. А что касается бригад, то бригады, они выездят на ремонт, самоконфлектованные, за правилами охраны в праце. Ланка не мает быть меньше, они же потребны для выполнения тієї или иной работы. Поэтому, так сказать, что, возможно, просто вам могли пожалеться люди, что они деколька раз попали на выполнение одни и тієї, допустим, работы, то им важна, что нагрузка в эту измену им попала в доставок, так скажем, за великое для них. Но у нас всегда есть, у нас, ну, работает не одна ланка. В каждой службе у нас работает, работает по до пяти ланок, тобто бригады. Скажите, пожалуйста, а какая средняя зарплата, скажем, у обычного слюсаря или мастера? Ну, на сегодняшний день зарплата в середнем, здесь, по высоте четырех тысяч гривен. Это для слюсаря, так? Да, в залежности от разрядности. Это нарходуется налог? А? Налог награховывается? Да. Цена руки. В трех, так скажем, до пяти ланок. Ну, это грязный, чистый. Сыряный, грязный. Пятый. Ну, середняя, середняя половина предприемства. Пять и шесть. Дякую. Хочу вас посадить, а інші інтернет-блюдения и москопысканы, если у вас есть вопросы, задавайте. А вас я отпускаю. Позвольте, пожалуйста. Позвольте, пожалуйста, пожалуйста. В Полтаве, я не хочу спросить. Слана Вондарева хотела спросить, были мы на колекторе, там, где сейчас працюют. А недостатньо, кажут, ну, за мало, гарної техники, ну, розумеется, що це потрібно кошти, на закупивлю, чершка это на разі, якісь виходи, и, если есть, там, инвестирование, какие-то новое, чтобы купить гарную технику, яка будет працювать. Ну, в цьому році хотілися в областной совет, городской совет, заunu liberить. Сколькоated Bridge stufftake? Только ради техники. Ну а пообещаю. Обещаю, підсюди. Прозумение есть. За свои деньги делали в ту рост. Чемало затрачается и на трубу, и на самую работу. Мы в этом случае пришли на то, что мы стали увеличивать плату для населения. Потому что мы делаем это негадный пробок. Потому что тяжко для развития людей, а фактически мы должны быть подняты на лицах лица. Мы поддержимали за рахунок того, что вы ожидаете деньги в бюджетах. Внутри, что приземлили. Реорутичная возможность была увеличить тарифы, подать на перерахунок цих тарифов через начале года. По дейти, вкладывали на 20%. Было зазорожжение вкладовик тарифов. Но судович принял решение, что давайте наведемо порядок в себе в предприятии. Сделаем удовлетворение каждого направления своей идеальности. И тогда мы увидим, какие у нас есть возможности, какие резервы. А что касается техники, так, слушая зауважение. Техника уже работала значной частью своего времени. Основной проблемой является тем, что эта техника используется в почти годовом режиме. Мы работаем без выходных, потому что авария не дает нам возможности расслабляться. Она не предупреждает, когда возникает та или иначе ситуация. Техника значная, насколько лягает. И високируем возможности с городской области. И свои резервы високируем. Но, на жаль, мы сегодняшний инвестиционный программ. Техника тоже заклала и продвижение экскаваторной техники. Но это деньги, которые на папере есть. А на деле до них дело не доходит. А на сегодняшний день мы уже с Александром Малакошьим, что мы работаем с колес. То есть авария осталась, мы оцениваем состояние. И не всегда весь необходимый материал и техника находится в ожидании на складе. Нам доводится, так скажем, службам постачания. Комнаториально, как сказать, в Пятниру базе завжди находиться, чтобы вынятить ту или иную складочку, которую не достает запчастина. А че не рассказали вы такую возможность? Есть много людей, у которых, например, дома, экскаватори свои собственные, которые можно просто вынятить самим и мастера. И это не дешевше будет? Можливо, какие виды техники могут арендовать. Эта техника может быть за дешевшие деньги. Но здесь дело в том, что наше предприятие специфическое. То есть выполнение этой или иной работы потребует профессионализма. Поэтому мы, это экскаваторники, водители, они, фаховцы своего дела, они много знают нюансов, с которыми мы могли ознайомиться сегодня. Наш экскаваторник, он на цену золота. Есть много экскаваторников, но тот, кто работает в водоканале, который чувствует, что это земля, он чувствует. Часто он говорит, что у него нет ничего. Нет, 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 там что-то есть. Есть трубопровид, который был нанесен с темой. Поэтому тут такие вопросы. Опять-таки, чтобы арендовать технику, нужны деньги. Мы говорим про за маленький объем обеих денег, который мы можем использовать именно для ремонта и для залучения и для них организации. Я позвоню. Кто затянет вас? Я питаюсь. Ну, вы одна из небольших организаций. Вечерня Полтава. Где еще проспелковый комитет? Как вам это удалось? Проспелковый комитет, я считаю, должен быть контактным предприятиям и тесно сотрудничать с администрацией. Смотрите, а это вы все делали. У нас сегодня на предприятии основной закон, на котором мы работали. Это трудовой договор, коллектив. Коллектив, да. Мы стараемся его выполнять. И требуем у нас союза, чтобы они тоже его выполняли. Так, да, да. Выходы компромиссов. Ну, в чести вашей, это, конечно, вы могли бы сказать, да сейчас немногие могут только предприятия. В этом году аплодируем последовательные наши. Удягшиеся. Я не знаю, какое количество. Одному проценту лиц 15. Вторая. Зачем просто. То есть это тоже предполагаются и путевки там, для детей, да? Это путевки для детей, для рабочих в 71-30. 30 процентов в 21. Она только в 70-м году. Естественно, это возможно только при выполнении. Выполняем. И оздоровываем. Спасибо. Главная решенька, Полтавская телевизионная студия Миста. Мы сегодня были на Заторинской участной станции и видели молодые мальзорчики. И прозвучала такая информация, что этот мил, который уже высох, возможно, он не очень правильно называется, его можно использовать как паливо и как доброво. Чи есть в планах что-то неудачное? И что для этого нужно? Так. Уже много лет рассматриваются возможные варианты использования его. Там есть свои нюансы, но такая возможность рассматривается. Это проблема не только нашего предприятия, а вообще канализационной системы Украины. которые использовали именно этих отходов. Поэтому я могу сказать, что в ближайшем периоде это еще не будет решено, но постоянно занимаются фаховцы нашего предприятия, держат руку на пульсе, так сказать, что можно впровадить в предприятии. Есть место в Украине, где уже решили эту проблему, что это неудобно? Нет, нет таких мест в Украине. Нет, нет, нет. Просто экспериментально пробовали, там даже и при асфальтувании добавлять сумеш. Украине, конечно, а сфальтами шукают разные, не жильяки, а вот это, я хочу сказать, что 100% на сегодняшний день нет использования, а именно это не было. Процессы спаливания разрабатывались, в Киеве начинали, они не пошли, не оправдались. Это большая затрата. А за кордоном не открыли, что изменилось? За кордоном, как за кордоном. Краще. Есть много способов переработки, но по Украине еще не пошло в полную силу. Это направлено. Хотя над этим вопросом работают все. Это большая инвестиция. Хотя сегодня мы возобновили эту работу, которая была в Северокурске первой, обменяли сейчас письма, опять-таки приеду. Тут есть вопрос, в чем? В том, что при сжигании выделяется тепло. Его нужно куда-то ревизировать. У нас такая возможность есть. За территорией находится завод от своего проекта, который сходил парк в своем производстве. Вот он стоял, наверное, на года два. Сегодня там появились много хозяева, они его запускают. Поэтому опять эта тема стала интересной. Но она интересна, прежде всего, для нас. Потому что нам это все нужно утилизировать. У него уже чуть много. И скоро это будет политическая масса. Поэтому мы занимаемся этим. Спасибо. Пожалуйста, Евгения. Евгения, я чуть не запиздилась. Пожалуйста, представьтесь. Это телеканал «Инерти», Евгения, Семенченко, Алина. По моим у меня нет вопросов. Мне хочется, скажите, пожалуйста, трошечки больше, про себя, с какого часу вы начали очолювать водоканал, с какими проблемами мы соштолкнулись подчас ну, початку как бы своего ну, очоления этого предприятия. Может быть, с каким отделом больше возникает проблем, с каким больше, с каким меньше, ну, про свои впечатления от того и просадок. Мы нам читали там в интернете, помню, сколько написали уже? 18 лет в коммунном хозяйстве. Первое, что с февраля месяца здесь, с 7 февраля. Первое, что было необычным для меня, так как и для любого руководителя моего предшественного предприятия, это нужно было познакомиться с людьми, прежде всего, познакомиться с отделами и понять, на каждом предприятии есть своя специфика. понять эту специфику, и не ломать ее, обойти в нее, и потом изнутри попытаться ею управлять. Вот это основная проблема, которая была. К счастью, на сегодня это проблема не была. на сегодняшний день. Расскажите, что вы видели, в чем вы там наиболее вымирали, какие складывающие проблемы? Ну, это чисто наши производственные отношения не хотели бы особо, потому что есть сегодня в одном отделе проблема, завтра в другом, после завтра в третьем. Это чисто рабочие отношения. А как вообще с техникой, с финансованием и предприятиями? Ну, с техникой, вы слышали, есть проблемы. С финансованием денег не хватает, потому что население заводу платит очень плохо. Есть проблемы сегодня с субсидиями. Предприятия сегодня не получают субсидии, те, которые начислены, те, которые проверены. У нас сегодня порядка 60% от целых счетов населения субсидированы. Сегодня уже задолжены по субсидиям 12 миллионов. Для нас это большие деньги. Это практически один месяц работы предприятия. Возникают вопросы через этот вопрос по электроэнергии, потому что начинают нас обесточивать из-за того, что не бывает. Мы не получаем субсидии. Но это не только наши проблемы. Это сегодня проблемы всей страны. А то, что касается другого финансирования, я же говорил, что сегодня есть программы, в которых мы участвуем. И я думаю, что в этом году мы освоим порядка 40 миллионов в ближайшие недели. Потому что по-другому нельзя. По-другому все не спрести фанализацию. Вы, наверное, знаете, сколько провала в городе, видите, сколько перекачек стоит. И самое сложное положение сегодня на предприятии это анализация. Спасибо. Продолжение следует. с водопроводом. Взагалю, на сколько мережа потребует ремонта? Какой оптимый приблизный? Насколько сношена система? Сношена с, можно сказать, в загальном цифре. это более 60% мереж для постановления и сношения. Есть в большей мере потреба, как я сказал уже ранее, при спілкувании, потреба по европейским вимирам 5-7% от загального количества щороку надо заменять, чтобы держать в належном чине в стане мереж. Нам на сегодняшний день близко 1% продается лише заменять. Потреба громадная в замене, но замена это опять инвестирование, это деньги. Мы ведемо перемоги в участии в международных проектах, но там есть свои нюансы по залучению кредитов и коштей. Кредит нужно отдавать, поэтому нужно за и против быть 100% уверенным, что можно в тот или период времени на ту или область предприятия пешки. Преоритеты есть в наших службах. Преоритетными вопросами остается замена. Когда при раскопании трубопровода стан жахливой, то принимаем решение по мере возможностей о замене дылянки от колодца до колодязя или метраж до живого материала. Преоритет остается, но есть потреба обеспечения этих объемов обеспечения мере это и водопроводная система и канализационная как влияет на качество воды, потому что из водопровода добывают высоко когда она добирается до споживания водопровода в том, что мы добиваем артизианскую воду 700-800 метров без шкодных микроорганизмов она джерельная вода но вважаю этот стан мереж нам надо и обозначить и при ремонте ее сутки не изменяются потому что мы ведемо мониторинг как на водозабирных площадках в резервуарах так и по водопроводной мереже водоразбирных колонках випадки бывают даже мешканцев квартир на то или водопроводной водопроводной в доме все проби соответствуют в доме есть какие моменты с технической арматурой с шлангами то есть китайского неакисного производства которые дают при застоянии запахи мешканцы считают что это проблема с водопроводной водой но мы можем запевнить что качество на сегодняшний день на належную область все вопрос дофинансирования достаточно денег если нет финансирования достаточно в области области то решение это увеличить тарифы кому нужно перекрывать это последний пункт который мы должны проводить когда у нас не что то пускаться мы до этого вернемся но на сегодняшний день есть шляхи которые мы еще не использовали все есть определенный час который мы хотим потратить на найти внутренних резервов которые мы сможем использовать потому что мы понимаем ситуацию как и другие мы понимаем ситуацию в государстве политическом и понимаем население поэтому мы пытаемся минимизировать колебания если будут вынуждены поднять на какие-то незначные чтобы покрыть тарифы которые были остальные вопросы все все вопросы еще есть вопросы я думаю все вопросы хочу сказать большое спасибо дирекции спасибо спасибо что ваши двери открыты ваши двери открыты я знаю отлично сам потому что еженедельно я бываю у вас за что большая благодарность я в другие службы обращался многие мне закрывают двери вы открыты это самое главное на сегодняшний момент будьте и дальше так же открытыми я думаю что многие журналисты сегодня здесь побывали еще захотят к вам прийти и я хочу к вам прийти и будем приходить стучать в ваши двери я надеюсь все таки всегда будет открыто и всегда вы нас радушно будете встречать ну уж не обессудьте если мы изредка вас где-то критикуем это жизнь и это наша работа чтобы находить что-то плохое и все равно видеть и это показывать спасибо вам большое за слово бока хочу поддякувать вам что вы действительно вдохнулись это там с вашей стороны есть ли у меня героизм есть потому что вы вважали на такой крок и саме через вас хочу поддякувать что мы можем донести до самого населення адже после того как журналист понимает тему он может ее раскрыть совсем с другой стороны и это прийняте поможет населенным тоже понимать проблематику предприемства и так скажем своечасно вносить свои посильные возможности в частности оплаты наших посылок и понимание проблем которые у нас и я хочу сказать что темы вы сегодня так сказали поверхности темы очень интересных и очень важных много на предприемстве поэтому рады будем при общении залучать вашей помощи раскрыть какие-то тайницы предприемства какие-то интересные исторические факты рады рады губинства спасибо спасибо да что приезжайте работайте вместе с нами мы всегда и всегда будем открыты даже когда будет совсем приятный танец ничего там страшного нет дорога усилит предыдущих поэтому всегда рады вас спасибо спасибо спасибо